Можно ли как-то понять, в чем собственная миссия? Можно. Во-первых, убрать это слово как миссия. Начните задавать себе вопрос, что мне интересно, и пробуйте. Это похоже на дегустацию в еде. Можно ли узнать, какое у меня любимое блюдо? Можно, если вам это реально нужно. Начните пробовать, начните есть, начните смотреть, замечать, что вам нравится, какие вкусы, какие сочетания. Люди считают, что миссия или предназначение это то, что приснится вам ночью, или большой голос с горы вам скажет, у меня родина мать стоит, скажет, твое предназначение, твое предназначение то, чего ты тащишься, это как любовь. В кого ты влюблен сегодня? Можно ли найти любовь в жизни? На хера? Ищите того, с кем вам классно сегодня. Вот такая же движуха по вашему предназначению, по вашей миссии. Делайте то, что вам нравится, и обращайте внимание на какие-то вещи, на что вас будет нравить. Потому что, например, я когда-то занималась свадьбами много лет, обучала в этой сфере, и все считали, что это моя миссия свадьбы. Но нет, у меня миссия была как раз нести людям новую энергию, нести людям открытия, помогать людям проходить через какие-то жизненные этапы. Но так получалось, что я это делала через свадьбы, понимаете, фонило оно. Поэтому пробуйте, изучайте, не сидите на диване, а делайте, смотрите, что вам нравится, где вам хорошо, из-за чего вам хочется просыпаться по утрам. Что стало катализатором, что вы стали коуч? Я не знаю, не думаю вообще, что я коуч. Это не история про то, чем бы мне заняться в жизни, не получить ли мне образование, а я сертифицированный коуч. Я вообще никакой не коуч, тем более не сертифицированный. Абсолютно. То есть я просто занимаюсь тем, что меня драйвит, то, что мне нравится, а люди выражают желание у меня учиться, покупать у меня, менять жизни с помощью того, что я делаю. Поэтому я считаю, что у меня скорее некие врожденные мои навыки и таланты, которые я просто развиваю, поддерживаю, делаю то, что мне прежде всего интересно, то, что мне нравится. А тут, это знаете, как вот есть певец после консерватории, а есть просто тот, который самоучка, но при этом он собирает стадионы, а с консерватории ничего не собирает. Я, наверное, из этих людей, вот, я честная в том, что я делаю, и, наверное, это как бы читается, скорее всего. Иначе бы люди так много у меня не учились, так много у меня не покупали, и самое главное, так сильно не меняли свои жизни. То есть меня в это привели люди, а не я себя сама. Какие у вас курсы сейчас есть? У меня главный продукт есть, который называется «Рерайтер жизни», это месячная программа, вот, где мы пишем книгу о том, какую реальность мы хотим получить, и параллельно изучаем, каким образом мы сами формируем и создаем свою реальность. То есть после этого у нас идет восьминедельная программа «Источник внутренней силы», где мы изучаем, как с помощью ментальных практик, медитаций и прочих крутых штук перепрошивать свое сознание и подсознание, менять свои программы и создавать и привлекать ту реальность, которую мы описали в книге жизни. Вот, и после этого, уже после этой восьминедельной программы, есть возможность оказаться в Биг Клабе, это клуб, где находятся выпускники, которые продолжают работать вместе, дружить, общаться, выполнять ментальные практики, и также получать от меня задания, выходить со мной на закрытые прямые эфиры, ну и так далее. Вот, это то, чем я занимаюсь. Так, считаю, что, считаете норм, что муж и жена не знают доход друг друга? Вообще считаю, что норм, когда муж и жена, это две отдельные плоскости. Потому что нас так сильно приучили к этому обществу такому, знаете, слитому. В принципе, я считаю, это абсолютно нормально. Нормально все, о чем вы договорились. То есть вообще, вот о чем вы договорились, то и нормально в вашей жизни. Как вы живете, с кем вы спите, где вы гуляете, что вы делаете. То есть это абсолютно нормально, если вас обоих это устраивает. Как вы по утрам так рано встаете, что говорите себе? Ничего я не говорю себе. Просто я так рано встаю. Это, знаете, как вы писаете по утрам. Ну как, просто встаю и писю. Вот и я так. Вы думаете, я себя поднимаю за волосы? Я жаворонок по природе своей. Мне нравится рано вставать. Для меня вот проблема поздно ложится. Где встретили второго мужа, а что второго? Уже второй у меня появился? Вроде я пока с первым еще не разобралась.